Как дела, ребят? Раньше я часто болел. Я думал, что если не буду правильно питаться, то заболею. Если не буду высыпаться, то заболею. И если кто-то рядом болен, то я непременно заболею. И знаете что? Разумеется, мои худшие опасения оправдывались. Я много и часто болел. В начале этого года я сильно заболел и решил, что с меня хватит. Больше никаких болезней. Я хочу быть здоровым, и для этого нужно поучиться у настоящих гуру, у людей, которые на собственном примере показывают, как всегда оставаться здоровым. Кроме того, меня это подстегнуло к созданию серии видео «Нет болезням». Сегодня выдающийся мастер Вим Хофф, ледяной человек, расскажет нам о своих методах и секретах сохранения здоровья. Как всегда, друзья, если что-то из советов Вима вам особенно понравится, процитируйте его в комментариях, чтобы другие тоже могли на это обратить внимание. Я считаю, что в холоде есть что-то от Господа Бога. Я отношусь к холоду, как к благородной силе природы. Он помогает мне, он закаляет меня, он переносит меня обратно к первозданной природе, как заложено было изначально. И я могу не только вытерпеть этот холод, но и полюбить его. Мы живем в эпоху засилия псевдоцелителей и ложной альтернативной медицины, которые не приносят здоровья. Сейчас один человек покажет вам настоящее чудо и предоставит научное обоснование возможностей его совершения. Вим Хофф бросает вызов самому понятию времени. Все его действия тщательно изучены с точки зрения науки. Он попал в книгу рекордов после того, как просидел почти два часа подо льдом, при том, что температура центра его тела не изменилась. Он поднялся на Эверест в одной лишь паре шортов и пробежал марафон в пустыне, не выпив ни глотка воды. Лабораторными исследованиями было доказано, что он может противостоять болезням, используя только силу своего разума. При этом Вим Хофф не какое-то чудо природы. Он твердо убежден, что любой может добиться таких результатов. Нужно просто обучиться его методу. Методу Вима Хоффа. В котором он использует комбинирование техник погружения в ледяную воду, правильного дыхания и ментальной концентрации. И что, каждый может повторить ваши действия? Да. Я могу за несколько недель обучить человека произвольно оказывать влияние на свою иммунную систему. Я создал метод, компонентами которого являются правильное дыхание, ментальные установки и воздействие холода на тело человека. Постепенное ненасильственное воздействие холода, необходимое для оптимизации связи разума с телом. Вим нашел способ за счет правильного дыхания и воздействия холода осуществлять сознательное влияние на свою собственную физиологию, что для большинства людей совершенно невозможно. Такие вещи люди не умеют контролировать. Холод был для меня как близкий друг. Он наделял мне энергией, что вкупе с правильным дыханием позволяло мне ощутить необыкновенную силу и мощь. Но когда я потерял жену, моя жизнь была разрушена. У нас было четверо детей. Я думал, что мы с ней будем вместе до конца. Она была любовью всей моей жизни. Она умерла. Она покончила жизнь самоубийством. Эта потеря оставила в моей душе незаживающую рану. Но мне нужно было как-то продолжать жить. Ради детей. Я выжил в тот черный период жизни только благодаря детям. А природа помогла моим ранам затянуться. Холод дал мне понимание того, что дышать нужно глубоко. Он помог мне вылечить разбитое сердце. А потом я стал бросать вызов себе и осуществлять то, что всегда считалось невозможным. Люди сочли мои результаты феноменальными и необъяснимыми, совершенно удивительными, так что я стал взаимодействовать с телевидением. Мне стали давать задания, а одно сложнее другого, все больше и больше. Эй, парень, проплыви 50 метров подо льдом. А теперь 100 метров подо льдом. А теперь заберись на гору Эверест в одних только шортах. Так и было, пока мной не заинтересовались ученые. Слушайте, то, что делает этот парень, невозможно с точки зрения физиологии. Научное объяснение того, что делает Вимхофф в настоящее время, является одним из ведущих направлений исследований в моей лаборатории. Он полон энергии. Его иммунная система необыкновенно сильна и крепка. Возможно, исследования позволят нам понять, как излечить заболевания нервной системы. Правильное дыхание позволяет проникнуть в самые глубокие физиологические процессы. Этому может научиться каждый. Ты становишься алхимиком биохимии своего тела. Когда я в первый раз окунулся в ледяную воду, в мое тело как будто иглы вонзились. Лед был как огромный острый алмаз. Проплыв 35 метров, я как будто ослеп. Потому что сетчатка глаза замерзла, я ничего не видел. Я даже не мог дышать. Потом мое сознание подчинилось подсознанию, чтобы мой организм выжил. Я не боюсь смерти. Я скорее боюсь не жить полной жизнью. Если я живу полной жизнью, меня не волнует смерть, ибо я проживаю каждый миг. Достижение Вима Хоффа не только в установлении рекордов. Миссия Вима в том, чтобы использовать свое тело как лабораторию для более глубокого понимания людей нашей собственной физиологии. В 2011 году исследователи ввели ему бактериальный эндотоксин в эксперименте, который поставил под сомнение наше понимание работы центральной нервной системы человека. У обычного человека такая инъекция вызвала бы реакцию иммунной системы, выраженной в лихорадке, ознобе и головной боли. Но только не у Вима. Каким-то образом ему удалось подавить ответ иммунной системы за счет выделения адреналина. Это приводит нас к выводу, что мы можем починить себе реакции нашего тела волевым усилием. Так как ученые полагали, что Вим является чудом природы, они привели тот же самый эксперимент на 12 учениках Вима, которых он тренировал в Польше. Результаты были идентичны. Обычно очень сложно увеличить уровень адреналина в крови только за счет волевого усилия. Адреналин – это гормон, который вырабатывается автономной нервной системой. Термин «автономный» означает, что мы не можем вырабатывать химические соединения произвольно. Если вы ходите по городу и внезапно кто-то нападает на вас, частота сердечных сокращений у вас возрастает до 160 ударов в минуту. А давление взлетит до небес за секунду. Если же я попрошу вас прямо сейчас повысить частоту сердечных сокращений, вы не сможете этого сделать. Но Вим Хофф доказал, что он способен волевым усилием повысить уровень адреналина до очень высоких концентраций. Уровень адреналина у него был даже выше, чем у людей, которые впервые прыгают с тарзанкой с моста. До Вима Хоффа что-то подобное считалось невозможным. Прямо сейчас мы находимся вот здесь, в этой точке на высоте 750 метров. Мы поднимаемся до 1400 метров, до Карпаччо. От Карпаччо мы пойдем до Снежки. Там не жарко, ребята, так что все, чему вы научились у меня, Мэтт, вам понадобится. А сейчас перестаньте думать. Сконцентрируйтесь на своем теле. Доверьтесь ему, оно само справится с холодом. Вы сами себе докажете, на что вы способны. Помяните мое слово, вы скажете себе, ух ты, чувак, у тебя получилось. Если вам интересно, как на практике действует метод Вима Хоффа, тогда это видео для вас, ребята. Если вы сконцентрируетесь должным образом, снег вам покажется песком. Вы будете чувствовать себя так, как будто вы на пляже. Именно так. Если правильно настроить свой разум, вы сможете справиться с любой задачей. Что весьма полезно, так как тут холод кусается, не побоюсь этого слова. Привет, добрый день. Как правильно дышать в таких условиях? Вдох должен быть более глубоким, чем выдох, чтобы кислород задерживался в организме. Так вы дышите пять раз, а потом на шестой раз вы втягиваете воздух и как будто посылаете его в грудную клетку, шею и голову. И это создает реальное или воображаемое ощущение тепла. А потом вы делаете выдох. Таким вот образом мы постараемся дойти до вершины. Ох, черт, шипы на ботинках. Все в порядке, я поправил свои кошки. Существует несколько теорий относительно того, как Виму Хоффу удается все это проделывать. Согласно одной из них, у него более высокий уровень бурой жировой ткани в организме. Эта ткань поддерживает температуру тела человека. Было доказано, что люди, работающие на воздухе, имеют более высокий уровень этой ткани. Видимо, Вим Хофф может контролировать уровень бурого жира в своем теле, подвергая себя низкой температуре, как мы это делаем сейчас. По другой версии, он способен волевым усилием вырабатывать гормон норадреналин, вдыхая холодный воздух или погружаясь в холодную воду. Адреналин позволяет преодолеть холод и не заболеть. Согласно еще одной теории, он владеет техникой тибетской медитации тумма, в которой отключение постоянной работы сознания позволяет потратить необходимую энергию на обогрев организма на холоде. Вероятно, Вим пользуется комбинацией всех трех составляющих. Вероятно, чем-то из еще необъяснимых физиологических явлений. Он говорит, что используя его метод, вы можете глубоко погрузиться в свой организм и начать контролировать его автономную нервную систему, а также иммунную систему. Когда ученые в лаборатории подвергли меня исследованиям, они установили удивительные вещи, но они сочли меня феноменом, чудом природы. Но я ответил, что моему примеру может последовать кто угодно. Если применять метод Вима Хоффа, можно управлять уровнем адреналина в своем организме. Гормон стресса может оказывать влияние на реакции вашей иммунной системы. Она оказывает влияние на очень многие заболевания. Изучение всех этих взаимосвязей представляет большую важность и интерес, ведь, меняя ответ иммунной системы, можно управлять многими реакциями в организме пациентов. В конечном итоге, излечивая их. Что вы ощутили, когда официальная наука признала тот факт, что ваш метод работает? Я заплакал. Честно. Знаете, когда ваша жена, которую вы так сильно любите, совершает самоубийство, ваш разум просто отказывается осознавать это. Вы отказываетесь принять это, вы начисто лишаетесь силы жить. Но, в конце концов, после того, как вы тщетно искали и хватались за любую возможность унять горе, и получили одобрение самой науки, наступает время, когда вы можете остановиться, вздохнуть с облегчением и отпустить горе. И тогда слезы сами катятся у вас по щекам. Посмотрите, посмотрите на облака! Ух ты! Вот это да! Ого! Ничего себе! Красиво, правда? Потрясающе, на что способно человеческое тело, когда вы заставляете его раздвинуть рамки возможного. Да, оно действует в рамках возможностей, данных нам природой. Мы пересекли границу от Польши до Чехии, а сейчас мы готовимся покорить самую высокую горную вершину в Чехии в одних шортах. Молодец, Мэтт, отлично справился! Как вы себя чувствуете? Отлично! Сейчас еще вот на голове постою. Как тренироваться по методу Вима Хоффа? Шаг первый. Дыхание. Они спрашивали профессоров и весь научный мир. Что происходит с этим парнем, это ведь невозможно. У моего брата со мной родство, на генетическом уровне. Но он не умеет делать того, что умею я. А все потому, что я просто, как говорится, нырнул поглубже. Все дело в дыхании. Если мы дышим глубоко, а не поверхностно, меняется вся биохимия в организме. Дышать надо медленно, но уверенно. Это то, что мы делаем сознательно. Если так подышать 30 раз, биохимия в организме поменяется. Ткани насытятся кислородом и произойдет защелачивание. Вы установите взаимосвязь мозга с телом. Дыхание помогает установить связь мозга с телом и управлять им. Это именно то, чем мы занимаемся в Стэнфордском университете. Исследуем способы избавления от посттравматического стресса, травм, страхов и депрессий. Исследуем способы расширения сознания. Правильное дыхание позволяет изменить работу нейронов. Это меняет работу сознания. Ваше восприятие реальности меняется. Органы чувств воспринимают сигналы лучше, цвета становятся ярче, запахи более насыщенными. Вы живете более полной жизнью. Связь мозга с телом и каждой клеткой в организме делает вас более совершенным человеческим существом. Вам удобно? Угу. Расслабьтесь. Глубокий вдох. И выдох. Глубокий вдох. И выдох. Еще раз глубокий вдох. И выдох. Как цикл. Почувствуйте легкость, свечение в теле, легкость в голове, покалывание в пальцах. Почувствуйте эффект. Мы должны избавиться от углекислого газа в организме. Это позволит насытить ткани организма кислородом. Именно этого мы и добиваемся в этом упражнении. Это упражнение состоит из 30 циклов дыхания. Глубокий вдох и выдох. Глубокий вдох и выдох. Кто-то может дышать через рот, кто-то через нос. Это не важно. Просто дышите. Нам важно избавиться от углекислого газа. Это наша цель. Воздух поступит в наши легкие, а кислород проникнет в нашу кровь. Он насытит наши ткани. Мы используем этот кислород, делая отжимания, не делая вдохов. Эта девушка сказала мне, что может совершить 10 отжиманий, задерживая дыхание. Мы с вами увидим, сколько отжиманий она сможет сделать, задержав дыхание. Хорошо, еще 5 раз. Как вы можете видеть, она сосредоточена на процессе, и это очень важно. Чтобы в организме выделялись нужные гормоны, которые делают нас сильнее, это дофамин, адреналин, серотонин. Таким образом, сознательно контролируя свое дыхание, мы влияем на выделение нужных гормонов. Вот, она уже готова отжиматься. 6, 7, 8, 9, 10, задержав дыхание. 17, 18, 20. Ого, только поглядите. 22. В этом упражнении мы используем душ. Душ тренирует нашу сердечно-сосудистую систему. Мышцы в нашем теле составляют протяженность где-то 100 тысяч километров. Надо их как-то тренировать. Когда мы погружаемся в холодную воду, мы начинаем задыхаться. При переходе от тепла к холоду, тело должно привыкнуть к этим изменениям температуры. Сосуды в нашем теле должны адаптироваться. Когда мы запустим правильную работу сосудов, начнут работать мышцы. И через несколько дней вы сможете уже выдержать эту температуру. Ваше восприятие холода станет более устойчивым. Прямо сейчас я собираюсь встать под этот холодный душ. Что я должен делать? Мне необходимо полностью сконцентрироваться. Я не должен думать ни о чем другом. Я не должен летать в облаках. Я должен думать о том, что делаю в данный момент. Это первое. Второе. Правильное дыхание. Дыхание внутри меня. Я умею правильно дышать. Я умею и учу других правильно дышать и управлять силой дыхания. И это запускает реакцию нервной системы и сердечно-сосудистой системы. Контролируйте свое тело за счет правильного дыхания. Спокойно и размеренно. Контролируйте дыхание. Конечно, я уже далеко не новичок в этом деле. Моя сердечно-сосудистая система уже привыкла к таким испытаниям. Я как бы закрываю все отделы. Печень, легкие, сердце, голову и головной мозг. В них поддерживается постоянная температура. Я добился этого воздействием своего разума. Вы тоже можете этому научиться. Вы учитесь использовать ту силу, которая уже заложена в вас. Если вы задыхаетесь, значит, вы забыли о правильном дыхании. И вы неправильно действуете на вашу сердечно-сосудистую систему. Вы должны этому научиться, чтобы можно было продолжать тренироваться дальше. Постепенно уменьшайте температуру душа, пока вода не станет совсем холодной. Потом вы сможете сразу вставать под ледяной душ. Вы сможете получать удовольствие от такого душа. Потому что ваша сердечно-сосудистая система сильная. Почему я учу этому методу других людей? Я хочу показать всем, что с помощью простых техник, которыми может овладеть каждый, мы можем решать наши самые большие проблемы. Избавляться от депрессии. Страхов, тревожности и боли. Люди страдают от хронической боли. Люди уже привыкли испытывать боль, а всяческие индустрии только поддерживают в нас ощущение того, что это нормально. Нет, это не норма. Это патология. Если удастся установить, что неинвазивные методы, такие как техника дыхания и воздействие холода могут составить конкуренцию медикаментам по силе воздействия, или даже решить проблемы, в которых лекарства оказались бессильны, то самоизлечение изнутри окажется возможным. Нам удалось доказать, что, воздействуя на организм, на его скрытые силы и резервы, мы можем стать счастливыми, сильными и здоровыми. Друзья, спасибо за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Мне очень интересно, какие у вас возникли мысли после просмотра. Вдохновило ли вас оно на что-либо? Может быть, вы взяли что-то на заметку? Может, вы хотите попробовать этот метод на себе? Я уже испробовал его на себе, уже есть первые маленькие результаты. Я намерен продолжать. Может, вы тоже хотите попробовать? Оставляйте свои комментарии. Что вы думаете о серии видео о людях, которые принимают особые техники для того, чтобы всегда оставаться здоровыми? Может, вы хотите, чтобы я создал видео о ком-то конкретном? Оставляйте комментарии, и я присоединяюсь к вам в обсуждении. Еще я хочу выразить свою благодарность Виктору Лиму. Виктор, спасибо тебе за то, что приобрел экземпляр моей книги «Твое главное слово». Я очень ценю твою поддержку. Надеюсь, она тебе понравилась. Спасибо, ребята, что посмотрели это видео. Я верю в вас. Продолжайте верить в себя, и каким бы ни было ваше главное слово, обнимаю вас. До скорого!